Краевое заседание антинаркотической комиссии в режиме видеоселектора провел вице-губернатор Николай Далуда. Краевой атаман подвел итоги работы за первое полугодие 2014 года и в целом за последние пять лет. Количество наркозависимых на 100 тысяч населений на Кубани снизилось на 50%. В ряде районов этот показатель еще выше. В первом квартале 2014 года общее количество несовершеннолетних потребителей алкоголя, наркотиков и токсических веществ, состоящих на учете врачей-наркологов в крае, в целом снизилось на 24%. Это в основном произошло за счет уменьшения числа подростков-токсикоманов. 110 было, сейчас 60 на 40%. И подростков, употребляющих алкоголь с 400 до 300. Вот здесь мы сработали слаженно, здесь сработали эффективно. Идет планомерная и успешная работа по выявлению и уничтожению наркосодержащих растений. Однако вместе с этим всех членов антинаркотической комиссии удивила информация из Паловского района. Там на площади 30 гектаров обнаружены заросли конопли. Причем создается впечатление, что ее здесь культивируют умышленно. Слишком уж ровные ряды, да и отсутствие другой растительности указывает, что за полем бережно ухаживают. Вице-губернатор потребовал разобраться, кому принадлежит поле и кто высадил растения. На дикорастущие заросли это не похоже. Николай Далуда также поставил задачу использовать в повседневной работе антинаркотических комиссий беспилотные летательные аппараты с камерами, чтобы оперативно выявлять участки с такими растениями. В некоторых районах Кубани такие средства уже используют. И неудивительно, что в данных статистики они занимают лидирующие места по уничтожению зарослей наркосодержащих растений конопли и мака. Глава курорта Сергей Сергеев дал поручение Анапской комиссии использовать беспилотинг для повышения эффективности работы.